Сериалы это настоящая магия. Такая магия дает зрителям возможность прожить разные жизни, находясь всего лишь напротив экрана. И они, наравне с книгами, по-настоящему погружают в свой сюжет, захватывают и не отпускают. А хорошая работа сценаристов, понятный сюжет и притягательные персонажи в сериалах очень ценятся миллионами зрителями по всему миру. Поэтому неудивительно, что новые серии этого сериала ждут словно новый дорогой полнометражный фильм. В первой серии показываются события, которые предшествуют проявлению симптомов у пациента. На протяжении эпизода команда врачей пытается определить болезнь, вызывающую эти симптомы. Используется метод дифференциальной диагностики, при этом врач-диагност Рихтер руководит обсуждением диагноза. Его интересуют только самые сложные и запутанные случаи, проще говоря, медицинские головоломки. Рутинная работа в больничной поликлинике навевает на него скуку и раздражает. Рихтер избегает разговоров с пациентами, поскольку твердо уверен, что они лгут. В прошлом Рихтер перенес сложную травму на бедре, инфаркт четырехглавой мышцы. И теперь он ходит, опираясь на трость, и пьет сильные обезболивающие. Рихтер самоуверен, заносчив, резок и циничен, не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему чуждо. Строить личные и профессиональные отношения он не умеет и, кажется, не хочет. Люди, находящиеся рядом с ним, становятся объектами насмешек и провокаций, за которыми бывает непросто рассмотреть искреннюю заботу. За создание российского доктор хауса взялся телеканал «Россия-1». Главную роль эксцентричного врача в русской версии сыграет Алексей Серебряков. Режиссер Андрей Прошкин рассказал детали о сериале. Рихтер – циничный, замкнутый и одинокий. С ордоническим чувством юмора, как и доктор хаус. Но, на мой взгляд, он не лишен сострадания. Для него сострадание выражается через действие, а не через общение или похлопывание по плечу. Мы старались сделать персонажей не пустой калькой, а достоверными для нашей действительности. Герои должны оставаться живыми, чтобы за ними было интересно наблюдать. Поэтому какие-то вещи мы оставляем как в оригинале, но меняем детали и интонацию. Первоначально предполагалось, что премьера четвертого сезона сериала выйдет в свет осенью 2020 года. В дальнейшем, однако, было объявлено о переносе сначала на февраль, а потом на октябрь 2021 года. В первом эпизоде проекта американского шпиона засылают в Газпром и ставят перед ним сумасшедшую задачу – стать русским. На обучение шпиона тратят полтора миллиона долларов. Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел. Он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ходе своей миссии герой знакомится на первый взгляд с простым кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее. Исполнитель главной роли Леонид Бичевин рассказал подробности о проекте. «Этот сериал надо смотреть всем. Просто потому, что у нас получился классный сериал. Мне кажется, наш проект – это и есть настоящая ситуационная комедия, когда показывается, как главный герой вырывается из всех возможных передряг. С одной стороны, мы шутим и показываем шпионские игры. А с другой – наша история про любовь, дружбу, предательство, долг. Через взаимоотношения главного героя можно глубже понять какие-то вещи о самих себе». Актриса Евгения Брик высказала мысли о своей героине. «Мне было интересно играть эмоции, которые я не применяю в жизни. Режиссер разрешал мне использовать любую реакцию, и это здорово. Для меня роль Марины – актерский вызов. В сценарии очень четко были определены характеры. Мы, конечно, добавили своего, но изначально все было гениально прописано. Сразу складывается определенный образ и узнавание. После долгих проб ко мне пришло понимание, что Марина – это Дженнифер Лопес местного разлива, но при этом вместо уверенности она может быть абсолютно потерянной». Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники – богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса – счастлив ли я и что делать? Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал, «Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем. В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история». Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Другой главный герой по имени Мурат – красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью, однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство. Молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания? Премьера турецкого романтического сериала с элементами комедии состоялась 15 июня 2016 года. В главных ролях – Бурак Денис в роли Мурата Сарселмаза и Ханде Эрчил в роли Хейта Узуна. Действие происходит в Стамбуле и следует роману на рабочем месте в многонациональной модной компании Сарти. Сериал транслировался более чем в 30 странах мира и собрал миллионы просмотров на YouTube. Хаяту Зун – уроженка деревни Гирисун и дочь рыбака. В первых сериях проекта она вынуждена искать работу в Стамбуле, иначе ей придется вернуться к своей семье в деревне. Если это случится, то ее строгий консервативный отец заставит вступить ее в брак по расчету. В настоящее время она живет со своими лучшими подругами, а их мать навещает их. В случае ошибочной идентификации она получает работу в международной текстильной компании Сарти в качестве личного помощника Мурата Сарселмаза, главы этой самой компании. Мурата тянет к Хаят. Это вызывает зависть у бывшей девушки Мурата, Дидьем, ведущей модели компании. Дидьем вызывает недоразумения, которые заставляют Мурата оттолкнуть Хаят, но затем он преследует ее и приносит извинения. В конечном итоге Дидьем была уволена за ее заговоры. Личный шофер и лучший друг Мурата, Керим влюбляется в ИПЕК, и позже она отвечает на его авансы. Мурат приводит Хаят к себе домой, чтобы оправиться от панической атаки, вызванной Дидьемом. Они сблизились на выходных, но затем прибывает Дидьем, утверждая, что беременна. Мурат рассордился, но принимает на себя обязанность жениться на Дидьеме ради ребенка. Обе семьи встречаются и решают свою свадьбу. Мурат разъясняет им, что брак – это всего лишь формальность, чтобы узаконить ребенка. Мачеха Мурата, Диря, также узнает правду и помогает Дидьему инсценировать выкидыш до того, как ее правда будет раскрыта, что освобождает Мурата от предполагаемой ответственности. Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня надеяться Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина сыграли Евгения Дмитриева и Борис Камарзин соответственно. Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова. Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Жизнь еще никогда не была такой безрадостной. Первая серия демонстрирует это сполна. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю «Найти любовь» и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале. Главное в этом проекте то, что он дает надежду людям. В современном мире одиночества, уныние и апатия заняли самые серьезные позиции. Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний. Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом фильме много веры, много надежды и много любви. Продюсер Эдуард Илаян также рассказал некоторые подробности. Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось. Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев. Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни. Вот что он сказал в одном из своих интервью. «Мне хочется, чтобы у каждого зрителя по примеру нашей героини не оставалось времени на нытье и уныние. Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам». Но жизнь такова. Санем – девушка веселая и жизнерадостная. Каждое утро она просыпается пораньше и открывает магазин вместо больного отца. Потому ее и прозвали «ранняя пташка». Девушка вынуждена искать хорошую работу, иначе ее выдадут замуж за друга детства. В конце концов Санем устраивается в издательство, где работает ее сестра. Здесь и начинаются ее приключения. В первой серии Санем утром проводит несколько часов в бокале своего отца. После проводит свой день, мечтая и работая над книгой. Она очень довольна своей жизнью. Пока родители не скажут, что если она не найдет должной работы, она должна выйти замуж. Теперь Санем придется начать работать в офисе вместе со своей сестрой. Она еще не знает, что там ее ждет большая любовь, о которой она мечтала. Санем очень хочет стать писательницей и живет на Галапагосских островах. У Азиза – владельца рекламного агентства, двое сыновей Эмре и Джан. Эмре хочет взять на себя управление бизнесом, но его отец считает Джана более подходящим для этой работы. В итоге отец назначает его управляющим агентством. Но Джан предпочитает быть фотографом в отдаленных уголках мира. В конце концов Джан соглашается руководить компанией, когда узнает о проблемах со здоровьем своего отца. Азиз также говорит Джану найти шпиона в компании, которая помогает их конкуренту – Айин. Эмре не нравится идея о том, что его брат является управляющим, ведь он считает, что заслуживает эту должность. Поэтому планирует заставить его потерпеть неудачу, наряду с тем, что он является настоящим шпионом. Данный турецкий телесериал транслировался с 26 июня 2018 года по 6 августа 2019 года на канале Star TV. В главных ролях проекта снялись Демитас Демир и Джан Яман. В 2019 году сериал выиграл награду «Золотая бабочка» за лучший романтический комедийный сериал. Главный герой сериала «Медиатор» – переговорщик Андрей Павлов, обладающий редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов. Он готов соблазнять, обманывать, переходить все границы ради достижения своей цели. Он тот человек, который приходит к врагам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет от крупного бизнеса. Он помогает там, где люди не могут договориться. И делает это за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. А невероятную способность к перевоплощению он развил в детстве. Именно это помогало ему строить непростые отношения с матерью. К тому же он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе. Новая задача Павлова – это убедить наследников знаменитого академика продать долю в компании. Но помощь переговорщика нужна не только крупному бизнесу. Актриса Дарья Мороз сыграла в сериале «Девушку Веру» со сломанной судьбой и истерической натурой. Ее персонаж росла с деспотичным отцом, в результате чего переняла у него позицию манипулятора. Во всех несчастьях она винит других и свято верит в свою беззащитность. Герой Бурковского для Веры – идеальный мужчина. Он насквозь видит ее и умеет нажимать на нужные кнопки, ловко управляя поведением и делая больно. Дарья Мороз прокомментировала «Для меня это история о том, как один манипулятор сталкивается с еще более ловким манипулятором». А еще это новый персонаж в моей биографии, который отличается от всего того, что я играла до этого. Актриса Ирина Старшинбаум, сыгравшая в сериале «Дочь героини Анны» также говорила, что режиссер Артем Аксененко предложил ей создать эпатажного персонажа с характером, не похожего на положительные образы, которые она ранее воплощала на экране. Кинематографист при работе с актерами применял непривычный по словам актрисы метод работы, запрещая им использовать привычные и понятные приемы. Старшинбаум заинтересована в персонаже Бурковского, его методами работы и воспринимает их отношения как игру. Как итог, первая серия была высоко оценена зрителями. Высокий рейтинг проекта обеспечил продолжение для этой истории. Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить, как в раю в окружении любимых дам, которые через девять месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Дьяченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. «Для меня, этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно если человек психологически незрелый. И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой – простить мужа или нет. Третий – сохранить ли ребенка от случайной связи». От опера Глеба Барнашова уходит любимая жена. Он впадает в затяжную депрессию и начинает злоупотреблять алкоголем. Начальство переводит Барнашова в отдел по делам несовершеннолетних, где выясняется, что Глеб совершенно не понимает современных детей. Особенно не понимает свою дочь Юлю. Для того, чтобы хоть как-то наладить с ней отношения, он просит одного из провинившихся подростков подружиться с ней в одной из социальных сетей и передать ему доступ к аккаунту. Именно так начинается первая серия проекта. Главная цель сериала – донести до зрителя проблему, где социальные сети стали основным источником информации для подростков. Съемки этого сериала проходили с августа по декабрь 2020 года. 8 июня 2021 года сериал был представлен на международном онлайн-рынке фильмов, сериалов, телешоу и анимации. Роль Барнашова сыграл Павел Майков, который получил свою известность после сериала «Бригада». Образ его дочери сыграла Ирина Паутова. Для актера Евгения Стычкина сериал стал дебютной режиссерской работой в жанре многосерийного кино. Исполнитель главной роли рассказал, что в сериале ярко описаны проявления современного конфликта между поколениями. В основе сюжета конфликт поколений как таковой. Он ведь существует столько, сколько и человеческий род. Но наш сериал про этот самый конфликт именно в текущее, сегодняшнее время, потому что время у нас не очень простое. Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить. Очень хочет, но не понимает, как это делать. Не понимает сути любви. Он вроде что-то делает, а все не то. Но он очень любит дочь и по сути своей хороший и честный человек, поделился актер. Это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали. И сегодняшние родители переживают ее первыми. Их дети растут в мире социальных сетей, ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. Главный герой – настоящий мужчина, но кажется, сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой, поделился продюсер. Создатели проекта «Реальные пацаны» выпустили новый сериал. Но это не только комедийный сериал о людях, которые делят одно жилое пространство, но и очень смешная инструкция о том, как быть верным своим мечтам и оставаться собой. Это история об интеллигентном неудачнике, который живет в коммунальной квартире Петербурга. Также он работает так называемым литературным негром у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию. Этот питерский комедийный сериал, рассказывающий историю не только писателя Вении Ольги Бузовой, но и жителей коммунальной квартиры. Провинциальная учительница танцев, по ошибке ставшей стриптизершей, дилера, завязавшего с криминальным прошлым и суррогатной матери, которая вынашивает ребенка за деньги. В первой серии от такой работы наш главный герой готов залезть в петлю, но его останавливает день рождения дочери. Основные действия сериала происходят в коммуналке, созданной на одной из студий. Квартира вышла настолько достоверной, что во время производственного процесса некоторые работники съемочной группы жили прямо в ней. Работа над сериалом шла четыре года. Три года велась работа над сценариями и поиском главного героя. Еще один год продолжались съемки и монтаж. Изначально сериал назывался «Бисер». В процессе работы над сериалом его создатели нашли в сюжете и атмосфере фильма некоторые ассоциации с творчеством Достоевского и решили переименовать сериал в «Бедные люди». В целом сериал получил положительные отзывы. «Бедные люди» — единственный российский сериал, попавший в список лучших сериалов 2016 года по версии журнала «Афиша». Певица Ольга Бузова рассказала подробности о проекте. «Да, мне было сложно. Некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз. Ведь я именно играла Ольгу Бузову. В комедии должен быть юмор и гротеск, поэтому многие черты моего характера были я как человек и как личность отличаюсь от той Ольги Бузовой, которая предстанет перед телезрителями в сериале». История мира после апокалипсиса, в котором осталось очень мало людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, которые через несколько часов переходят в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность. В первой серии бывший пациент психиатрической больницы Саша Морозов возвращается к себе домой. Но в результате вспышки вируса остается один. Его сестра, муж сестры и их сын быстро умирают. Сериал является эксклюзивным проектом «Окко». О начале работы над ним стало известно во время киновыставки, которая проходила в Каннах в октябре 2019 года. На этом престижном международном форуме платформа «Окко» презентовала многосерийные фильмы, собственные оригинальные продукты. Премьера состоялась на Международном фестивале веб-сериалов 31 июля 2021 года в Нижнем Новгороде. Всего в смотре участвовали 44 веб-сериала из разных стран, от России было представлено 17 проектов. Креативный продюсер сериала Борис Хлебников подчеркивал, что проект был задуман еще до наступления пандемии 2020 года, и тогда же он поступил в разработку. Это было некое фэнтези, постапокалипсис. И как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то меняться в сторону происходящего. Но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой. Так как журналистики идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового. В проект входят основной сериал и 8 веб-сериалов, посвященных каждой параллельно развивающейся истории. Все части проекта объединяет тема, поведение людей в ситуации случившегося апокалипсиса. Линии героев всех историй периодически пересекаются, и персонажи влияют друг на друга. Объединяются на своем пути или повстречавшись, продолжают путь поодиночке. Дополнительные веб-сериалы нужны, по словам директора по контенту Обка Макара Кожухова, чтобы раскрыть героев, и придать истории объема. Он также отметил, что идея проекта возникла задолго до пандемии. Дебютная серия проекта рассказывает про разведчика по имени Александр Волк. После неудачной спецоперации он попадает в тюрьму Арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена. Но взамен просит Волка найти тех, кто убил его сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве. Тогда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше узнает, тем опаснее становится дело. Сценарий создан по мотивам детектива под названием «Каменный мост». Данный детектив написан русским писателем, журналистом и редактором Александром Тереховым. Роман был издан в 2009 году и высоко оценен критиками. Кроме того, за свое произведение автор получил литературную премию «Большая книга». Режиссер и автор сценария сериала Геннадий Островский рассказал о проекте. Хочу выразить благодарность автору романа. После прочтения «Каменного моста» я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, не задумываясь над экранизацией. Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающиеся эпохи, которая уходит. И хочется ее ухватить. Удержать время, которое безвозвратно покидает нас. Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе. Война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки. И история юноши и девушки, которые оставили после своей гибели тайну. Для себя я ставил задачу поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого. Съемки проходили в Москве. По словам режиссера Геннадия Островского, съемочный процесс оказался непростым, так как пришлось перекрывать не только Каменный мост, но и другие знаменитые столичные постройки. Производством сериала занимались киностудия Кит и компания Вайт Медиа. Интернет-релиз состоялся 7 декабря 2020 года на видеосервисе «Премьер». А на телевидении проект показан в 2021 году. С самого детства. У них разное происхождение, разные мечты и идеалы. Общее лишь одно – дружба. Ради нее они готовы пожертвовать всем и, если надо, даже отдать за друга жизнь. В первой серии друзья детства становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. Продюсер Александр Цекало рассказал детали о проекте. Сериал снял молодой и талантливый режиссер Егор Баранов. Мы могли бы взять опытного режиссера, который помнит это время, но это история о молодых людях. Хотелось, чтобы это делал молодой режиссер, который ближе к пониманию дружбы и к молодым героям. Режиссер Егор Баранов также рассказал подробности о сериале. Я пересмотрел всю классику 60-х годов. Естественно, есть отсылки к кино. К июльскому дождю я шагаю по Москве 9 дней одного года. Был классный период в кинематографе, где герои живут в кадре и дышат свободным гражданским воздухом. Поэтому хотелось, чтобы этот дух передался и в нашем проекте. Мне нравится «Оттепель» и «Стиляги» Валерия Тодоровского, но мы не стремились быть похожими на эти фильмы. Это не музикл как «Стиляги» и не камерное лирическое произведение как «Оттепель». Наша история более дерзкая. Она про другое. Это драматический авантюрный фильм. Одной из самых сложных задач, которые встали перед создателями сериала, стал подбор реквизита. За каждым элементом декора или аксессуарами того времени приходилось в буквальном смысле вести охоту. К тому же в мире фарцовщиков вообще царил культ стильных вещей. Поэтому художники по костюмам, работавшие над созданием образов, просматривали каталоги, журналы, изучали платья и прически. Съемки проекта проходили в Москве и в Минске. В Москве снимали знаковые объекты 60-х, сохранившиеся с тех времен, такие как Центральный дом литераторов. Сериал повествует о знаменитом автогонщике Максиме, который оставляет спортивную карьеру и посвящает свою жизнь жене и дочке. Ирина Авдеева работает главным бухгалтером в компании бизнесмена Евгения Полонского, который увлекается спортивными гонками. В первом эпизоде Евгений хочет уговорить Максима вернуться в спорт. Он предлагает ему очень рискованные пари. Авдеев выигрывает гонку, но едва не погибает. На дне рождения дочери Авдеева Полонский сообщает Максиму, что на него давят конкуренты. И это может быть опасно как для него, так и для Ирины. В качестве спасения ситуации Полонский предлагает Авдееву перевести некий груз, но таким образом, чтобы его не догнали. В сериале поднимается проблема взаимоотношений отцов и детей. При этом создатели сериала сняли трогательную семейную историю, которая разворачивается на фоне захватывающих криминальных событий. Несмотря на острый сюжет, авторы картины все же считают, что «Чужая дочь» — это мелодрама. В сериале много личных переживаний героев, поиски отцом утерянной дочери, попытка наладить контакт с ребенком, отчаяние матери, которая узнала, что тайна рождения ребенка может быть раскрыта. Главную роль бывшего автогонщика Максима Авдеева сыграл Игорь Петренко, который снимался в таких сериалах, как «Рубеж», «Черная кошка», «Рожденная звездой». Также в сериале снялись актеры Андрей Смоляков, Анатолий Кот, Михаил Горевой, Надежда Михалкова, Эльвира Болгова, Сергей Насибов, Любовь Толкалина, Валентина Ляпина, Семен Трескунов. Работа над проектом велась в трех городах — Ярославле, Данилове и Москве. Зрители увидят в кадре Волжскую набережную, а некоторые сцены снимались на знаменитом теплоходе «Москва». Исполнитель главной роли Игорь Петренко рассказал о работе над проектом. «Я получал огромное удовольствие от работы с Сергеем Газаровым, как я считаю, выдающимся и фантастическим человеком. У него потрясающее чувство юмора. И как актеру мне с ним очень интересно, потому что он является одним из лучших актеров современности и как режиссер занимаются ювелирной работой с артистами». В центре сюжета находится несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области. Всего их пятеро. Умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, которому дали редакционное задание найти компромат на Дениса. Катя, которую накануне свадьбы бросил жених и которая боится постареть. Чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж и которая скрывается от жениха. И Соня, девушка из строгого православного рода, переживающая из-за смерти сестры. По прибытии героя выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топи, полный тайн. Первая серия повествует о молодых москвичах, которые познакомились в интернете с целью совместной поездки в деревню Топи. Они хотят побывать в старинном монастыре, где по легенде сбываются все мечты, а человек может избавиться от своих бед и проклятий. Идея создания пришла к автору бестселлера «Метро-2033» Дмитрию Глуховскому, который в итоге написал сценарий к телесериалу еще в 2013 году. По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло 10 лет. Пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров. Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Дмитрий Глуховский, писатель и автор сценария, поделился в интервью своим мнением о проекте. Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих топах, из которых они смогут выбраться только если переродятся. Главные роли исполнили Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Волочинская и Анастасия Крылова. Данный проект был создан специально для онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD. Действие сериала происходит в 1946 году. Прошедший войну Денис Журавлев возвращается после фронта в родные края в звание лейтенанта. Он на себе ощутил все ужасы военных действий. Теперь же, намереваясь защищать простых граждан от преступников, Журавлев вступает в ряды милицейской службы. Начальником отделения, под руководством которого начинает работать Денис, является майор Шумейка, носящий красноречивые прозвища Сатана. У него была непростая судьба, но именно такой темперамент и сложный характер помогает ему вычислять преступников и отправлять их за решетку. Появление Журавлева в отделении милиции совпадает с началом масштабной операции по поимке криминальной банды. Главой этой банды является человек по кличке Клещ. Помимо того, что он очень жесток, преступник еще и крайне хитер и изобретателен. Стандартными методами вывести его на чистую воду и арестовать будет очень сложно. Для этого будет необходим четко разработанный план. Именно на эту задачу и ставят лейтенанта Журавлева. Именно так стартует этот проект. Андрей Бурковский поделился своим мнением о сериале. «Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам, репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обсуждали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий». Интересные факты. Мини-сериал снимали в Московье, главным образом на территории заброшенных заводов. Роль маленького закрытого города сыграл Морозовский городок в Твери. Релиз сериала состоялся 16 февраля 2021 года на стриминговом сервисе. Сериал стал третьей работой для Андрея Бурковского в жанре исторического фильма. В творческом багаже у актера уже была роль в полнометражной исторической ленте «Тобол» и участие в боевике «Легенда о Калаврате». Родион – загадочная и неординарная личность. Он следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Он всегда находит и ловит убийц, нередко казняя их прямо при задержании. Выпускница юрфака Есения Стеклова получает направление в отдел следственного комитета, в котором служит Родион, и становится его стажером. У Есения есть личные мотивы для работы с Родионом. Мать Есения убили при загадочных обстоятельствах, а отец скрывает важные детали произошедшего. Но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Родионом становится для Есения тяжелым испытанием. В дебютной серии на вечеринке в честь окончания вуза одна из выпускниц получает изящный подарок. Но после получения подарка она мучительно погибает. Через несколько минут у всех на глазах следователь Родион вычисляет и задерживает человека, подарившего колье. Но заказчик эффектного преступления остается на свободе. Есения одержима стремлением найти убийцу своей матери. И потому хочет понять, как Родиону удалось вычислить преступника. Есения решает пойти к нему на стажировку. Главную роль Родиона исполнил известный актер Константин Хабенский. Продюсировали сериал Александр Цекало и Константин Эрнст. Цекало сыграло одну из ролей в 16-серийном фильме, как и режиссер картины Юрий Быков. В интервью Константин Эрнст рассказал детали о проекте. «Мы даже не называем эту вещь сериалом, поскольку она построена на блестящем сценарии, такой же режиссуре и феноменальной актерской игре, всех без исключения участников этого проекта. Думаю, это будет главным событием. Он не будет выходить стандартно после программы «Время», как это традиционно проходит у нас с премьерами в многосерийных фильмах». Съемки 16-серийного психологического триллера продлились с июля по декабрь 2014 года и проходили в Нижнем Новгороде. Режиссером сериала стал Юрий Быков, постановщик картин «Майор», «Жить» и сериала «Инкассаторы». На вопрос журналистов о том, почему он взялся за съемки этого проекта, Быков ответил. «Меня как режиссера подкупило одно – мы ставим Константина Хабенского и девочку, которая должна в хорошем смысле перетащить на себя актерское одеяло. Есть любовная история, есть противостояние личностей разного пола, разного возраста. Для меня это режиссерский вызов». Чтобы обрушить акции телеканала, Совет директоров принимает решение посадить в кресло генерального директора неловкого работника автозаправки и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки, горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиа-бизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех. В первом эпизоде создатели телеканала Олег Терехин, Андрей Симонов и Семен Вельман решают снизить рейтинги канала для того, чтобы выкупить долю инвесторов. Именно для этого они договариваются пригласить нового генерального директора, который будет создавать отвратительные шоу и сериалы. В итоге Симонов находит подходящего на эту должность человека из народа, когда приезжает на автозаправку. Автор сериала Илья Куликов известен по таким проектам, как «Полицейские срублевки», «Проклятие спящих». В сериале с оригинальным названием Илья Куликов выступил не только в качестве режиссера, но и как сценарист и продюсер проекта. Сам сериал создатели называют «злой комедией». Главную роль в многосерийном телефильме сыграл Сергей Бурунов. Практически со всеми актерами, приглашенными в проект, его создатель Илья Куликов работал ранее. Для исполнения небольшой роли также появился телеведущий Дмитрий Шепелев. О данном проекте, откровенной истории о телевидении и о том, что скрыто от глаз зрителя, было объявлено в апреле 2018 года. Съемки сериала стартовали в ноябре того же года. Сергей Бурунов рассказал подробности о сериале. «То, что сегодня, бывает творится на телеэкранах, периодически сильно меня как зрителя расстраивает. Словно две непересекающиеся вселенные. Новые отличные сериалы, даже можно сказать многосерийные фильмы, которые выходят в интернете. И тележвачки некоторых каналов. Мы с режиссером Куликовым взяли на себя задачу сделать и показать сериал об идеальном сериале. Такая вот иголка смерти для пошлости на ТВ, в яйце юмора». Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. Напарный, надеяться, Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина, сыграли Евгения Дмитриева и Борис Комарзин соответственно. Главная героиня сериала – Марина. Успешная, красивая 39-летняя женщина. Она владеет отличным цветочным магазином, замужем за врачом-хирургом, имеет двух прекрасных детей и даже беременна третьим. Казалось бы, здесь ни к чему не придраться. Но первая серия дарит своим зрителям невероятный поворот сюжета. На самом же деле, цветочный магазин – это только прикрытие. Настоящая профессия обычной женщины Марины – сутенерша с очень необычным специфическим бизнесом. А ее подруга помогает ей искать девушек-рабынь. Так в бордель попадает юная прекрасная блондинка, которую главная героиня выставляет на аукцион. Однажды одну из работниц сутенерша внезапно находит бессознание в гостинице. После чего Марина пытается уничтожить все следы. По словам создателей сериала, в сценарии этого проекта угадываются мотивы рейтинговых зарубежных телефильмов. Например, «Косяки» во все тяжкие и «Бесстыдники», но только перенесенные в современные российские реалии. При этом в сериале сочетаются мощные женские персонажи, исключительная игра актеров и потрясающая операторская работа. Борис Хлебников рассказал подробности о данном российском детективном телесериале. «У нас действительно замечательный и увлекательный сценарий, в котором переплетены детектив, драма и немного юмора. Но мне как режиссеру было очень интересно рассказать о тех важных процессах, которые происходят сейчас в семье. О том, как меняется роль женщины, как она становится главной» Актриса Анна Михалкова высказала свое мнение о работе над проектом режиссера Бориса Хлебникова. «Такая роль — это огромный подарок любому актеру. Я получаю огромное удовольствие от общения с Борисом, он дает возможность всей группе почувствовать себя соавторами. И я думаю, что ему интересно работать над этим проектом в первую очередь как над большим произведением, в которое можно многое вложить. У Бориса Хлебникова есть свой почерк, и он всегда прослеживается как в его фильмах, так и в сериалах». Зрители очень высоко оценили данный сериал. На знаменитом сайте «Кинопоиск» рейтинг этого сериала составляет почти что 8 баллов из 10. Смоленск — обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает этот город от любых других провинциальных городов. В Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут простой семейной непримечательной жизнью. В один из дней в березовой роще под Смоленском находят останки двух парней, на которых присутствуют следы от укусов. Следователю из Москвы предстоит разобраться, виноваты в преступлении дикие звери или местные вампиры. После премьеры первой серии проект получил гигантскую поддержку со стороны зрителей. Креативный продюсер Алексей Акимов поделился своим мнением. «Мне очень нравится, когда мистика и бытумело переплетены между собой. Тогда, находясь внутри обычной жизненной истории, мистика не выбрасывает тебя из реальности. Она становится просто дополнительным украшением, дающим истории новые повороты и возможности». В сериале всего неделя из жизни вампиров в провинциальном российском городе, но эта неделя выдастся для них весьма бурной. Оказывается, они также любят, также защищают свою семью, также ходят на работу, также сталкиваются с классическими проблемами отцов и детей. И, несмотря на то, что они другие, зачастую вампиры оказываются лучше людей. Обращайте внимание на людей рядом с вами, возможно, это окажется прекрасный человек. Режиссер-постановщик Антон Маслов также высказал мнение о сериале. «В России всегда все иначе. Мы иначе живем, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф в нашей истории в том, что вампиры у нас положительные ребята. Они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая и мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми, несмотря на обстоятельства. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас». В сериале на 100% наши – российские вампиры. С нашей ментальностью, радостями и проблемами. Они не классические герои Дракулы, которые боятся чеснока и носят красивые наряды. Они пьют кровь из пластиковых полторашек и граненых стаканов. Выбор Смоленска не случайен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы и старались даже татары. «У нас будет много исторических флэшбэков», – пояснила Антон Маслов.